Привет, дорогие друзья! Сегодня снова хочу поговорить об Apple TV. В предыдущем своем видео, которое я выпустил в декабре 2019 года, я рассказал о том, почему мне нравится эта ТВ-приставка, о ее возможностях, а также о том, почему стоит приобрести Apple TV, даже несмотря на год ее выпуска. А я напомню, это сентябрь 2017 года. И хоть сейчас ходят слухи, что совсем скоро Apple представит ТВ-приставку нового поколения, я все равно придерживаюсь мнения, что не стоит дожидаться новинки и можно смело приобретать текущую версию Apple TV. В этом же видео я хочу поговорить не о возможностях Apple TV, а о том, какие приложения я использую для просмотра фильмов, сериалов и другого контента. Если точнее, речь пойдет всего о двух приложениях. Я, наверное, перепробовал вообще все приложения из App Store для того, чтобы остановить свой выбор конкретно на этих двух. Сразу оговорюсь, что я не буду рассказывать о таких онлайн кинотеатрах, как Кинопоиск, Мегагоу или Нетфликс, так как в этом нет никакого смысла. Конкретно сегодня я расскажу, как удобно смотреть скачанные фильмы или сериалы из сети, конечно же купленные, а также об одном сервисе, который позволяет ничего не загружать и смотреть онлайн. Друзья, спонсор сегодняшнего видео, мои профили в соцсетях. Подписывайтесь на телеграм канал, в котором я уведомляю о выходе новых роликов, а также делюсь мыслями о технологиях и событиях из своей повседневной жизни. Также не забывайте проверять раздел сюжеты в клиенте ютуб на мобильном устройстве, там я тоже буду стараться регулярно выкладывать интересные истории. Ну а для тех зрителей, которые хотят поддержать канал донатом, я напоминаю, что это можно сделать на BuyMeCoffee или через кнопку спонсировать на ютубе. Кстати, напоминаю, что здесь могла быть ваша реклама. Первое приложение это Infus Player. С помощью него можно смотреть фильмы, находящиеся на вашем компьютере или жесткого диска, подключенному к роутеру. Также поддерживаются облачные хранилища, домашние серверы и много чего другого. Из всех плееров, что я перепробовал, Infus оказался самым лучшим. Тут после выбора папки можно вообще ни о чем не париться. Infus сам поймет, где кино, а где сериалы или телешоу и отсортирует все по категориям и жанрам. Плеер поддерживает любые типы видеофайлов и воспроизводит даже самые тяжелые без всяких проблем, в том числе 4K HDR. Из удобных функций это автоматическая подгрузка обложек и правильного названия, также отображается описание на русском, а еще можно посмотреть качество видео, звука и другие подробности. Понятное дело, при просмотре сериалов и фильмов сохраняется прогресс и автоматически отмечаются просмотренные серии. Во время просмотра можно настроить масштабирование видео, переключать главы, а также менять скорость воспроизведения. На вкладке аудио есть удобный выбор аудиодорожки, а еще возможность изменить источник звука. Если же попался фильм с тихим звуком, то его можно усилить. Ну а самое классное это вкладка субтитры. Тут помимо выбора встроенных субтитров, есть возможность загрузки их из сети, причем для любого языка. Для удобства в настройках можно указать язык дорожки и субтитров по умолчанию, а также выбрать тип субтитров, например только форсированные. Тут же можно отключить встроенные метаданные, чтобы для фильмов и сериалов они подгружались из интернета. Также тут есть полезная функция скрыть спойлеры. После ее включения для непросмотренных серий, описание и превью станут размытыми, чтобы случайно что-то не узнать. Конечно, если хочется, то всегда можно открыть описание. Кстати, забыл сказать, что при перемотке файла поддерживается предпросмотр миниатюр, что есть далеко не во всех плеерах. Еще в Infus Player можно создавать пользовательские плейлисты, выбирать изображение для папки и вообще все настроить под себя. Если же у вас есть iPhone или iPad, то можно туда скачать Infus Player и добавить в качестве источника Google Disk, Dropbox и любые другие облачные сервисы по протоколу WebDAV. Также скоро появится поддержка P-Cloud, Яндекс.Диск, SharePoint и Mega. После добавления эти облачные сервисы также станут доступны на Apple TV. В общем, если вам нужно просматривать загруженные фильмы и сериалы из сети, то Infus Player для этой цели подойдет просто идеально. Естественно, чтобы прийти к такому выводу, мне пришлось протестировать в том числе самые популярные плееры, такие как VLC, L-Media Player или Plex. Это удивительно, но в каждом из них есть какое-то запредельное количество багов. Например, VLC и L-Media не всегда корректно отображают HDR файлы, и у них, мягко скажем, не все хорошо с цветопередачей. Но проблема Plex в том, что для того, чтобы он вообще функционировал, нужно держать дополнительное запущенное приложение на компьютере или домашнем сервере. Все это, конечно, временами притормаживает, потому что Plex любит перекодировать видеофайлы в свой собственный формат, для того, чтобы, как это ни удивительно, воспроизводить все без тормозов. Кстати, некоторые 4K файлы он просто отказывается запускать. В Infus Player же такой проблемы вообще нет. Достаточно просто для папки сделать открытый доступ, и после этого можно наслаждаться его работой. Второе приложение подойдет тем, кто не любит париться с загрузкой и хочет сразу после выбора фильма или сериала начать просмотр. Кинопаб это полуофициальный онлайн-кинотеатр, в котором можно найти и посмотреть практически все, что угодно. Если быть совсем откровенным, то это пиратский сервис по подписке. Понимаю, звучит это невероятно, что за пиратский контент нужно еще и платить, но возмущение быстро проходит после того, как начинаешь им реально пользоваться. Дело в том, что на Кинопабе просто запредельная библиотека фильмов и сериалов, которая обновляется каждый день. Помимо этого тут отличное качество видео и звука. Например, если какой-то фильм или сериал снят в 4K HDR, то, скорее всего, на Кинопабе он тоже есть в этом качестве. Удивительно, но поток в 4K HDR вообще не тормозит. Что касается других полезных функций, так это удобная библиотека, через которую можно искать по жанру, качеству, году и так далее, а также еще можно отсортировать результаты, например, по рейтингу Кинопоиска. По сути, тут можно находить новые фильмы и сериалы. Кстати, очень удобно, что на обложках сразу отображается рейтинг Кинопоиска и IMDb. При переходе к конкретному фильму или сериалу можно почитать его описание, посмотреть жанр, доступное качество и наличие субтитров. Ну и самое главное, тут можно посмотреть трейлер. Еще есть возможность отслеживать новые серии и добавлять фильмы в закладки. Если спуститься ниже, то отобразятся похожие фильмы или сериалы, а также рейтинг и актерский состав. В самом низу отображаются доступные субтитры и аудиодорожки. Если речь идет о сериалах, то для них всегда доступно сразу несколько озвучек, так что можно выбрать ту, которая больше нравится. Про все остальные возможности, я думаю, долго рассказывать не стоит. Основная суть в том, что Кинопоп это очень удобный онлайн сервис, в котором можно посмотреть практически все, что угодно. То есть не только кино или сериалы. Там также доступны стендап-шоу, концерты, ТВ, какие-то программы и даже документальные фильмы. Конечно, я хочу напомнить, что все это пиратский контент, и я категорически против использования этого сервиса. Сам я его использую только для поиска новых фильмов или сериалов, а еще для просмотра трейлеров. А потом иду и честно покупаю лицензионный контент. Честно-честно. А на этом все. Напишите в комментариях, какими приложениями и сервисами вы пользуетесь на своем Apple TV, а также поделитесь опытом использования, если у вас он уже есть. Я говорю об InfusPlayer и Кинопабе. С вами был Константин Андрианов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в соцсетях. А также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А еще можно меня поддержать на BuyMeCoffee. Пока. А еще можно стать спонсором на YouTube. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok